Торбин Кульман, Эдисон, тайна пропавшего сокровища. Мышиный университет. «Дзынь!» – весело звякнул кассовый аппарат на прилавке маленького книжного магазина. «Пора!» – пискнула мышь, сидевшая на стопке книг. Множество крохотных мышиных головок мгновенно высунулось из щелей, норок и других укрытий. Покупатель, мальчик, выбравший комикс, и владелец магазина так увлеклись беседой, что ничего не замечали вокруг. Лучшего момента и не придумаешь. Мыши одна за другой выскакивали из-за книг и стеллажей бесшумно на цыпочках, крались в дальний угол комнаты и исчезали в дырке, проделанной в стене. Короткий марш-бросок по темным закоулкам за обшивкой, несколько акробатических трюков, и они уцели. За книжными стеллажами находился мышиный университет. Любознательные мыши изучали там мышиную историю, там они могли все узнать о мышах-путешественниках, мышах-изобретателях. Учебный план включал также достижения людей, например, изобретение паровой машины и электричества. Лекции читал старичок-профессор. Под носом у него красовались густые, уже заметно поседевшие усы. Он почти не вынимал изо рта курительную трубку. Вечером после долгого рабочего дня он уединялся в своей комнатке и наслаждался покоем, сидя в кресле, попыхивая трубкой и предаваясь воспоминаниям. В молодости ради науки он пережил немало приключений, и теперь для него достали другие времена, спокойные, хотя и скучные, как ему казалось. Незнакомец. Но сегодня на лекции он заметил нового слушателя, которого раньше никогда не видел. Это был маленький мышонок, выглядывавший из-за последнего ряда. Терпеливо дождавшись, когда лекция закончится, и все мыши отправятся назад в свои норы, он робко приблизился к кафедре. «Извините, господин профессор, но мне срочно нужна ваша помощь», тихо произнес он. «Дело в том, что я ищу сокровища». Профессор с любопытством посмотрел на него. «Давным-давно мой пра-пра-пра...» Он замолчал и начал подсчитывать эти пра на пальцах, но потом, видимо, решил, что не так уж важно, сколько их было на самом деле. «Давным-давно один из моих предков совершил плавание на корабле через Атлантику, и сокровище было у него с собой». «Так-так», — сказал профессор, — «и откуда тебе это известно?» Порывшись в сумке, мышонок протянул профессору какую-то бумажку. «Вот», — пискнул он. Он был явно готов к такому вопросу. «В этой записке мой пра-пра-пра-дедушка совершенно определенно говорит о сокровище и о своем путешествии в Америку. Записка хранится в нашей семье уже много поколений. Это последняя весточка от него». Измятому и пожелтевшему листку бумаги, похоже, и в самом деле было очень много лет. Один край его был неровным, как будто бы его вырвали из книги. Профессор внимательно изучил документ, написанный на мышином языке, старомодным слогом прошлого века. В нем действительно говорилось о каком-то морском путешествии, о каком-то сокровище. «Пожалуйста, помогите мне найти его», — сказал мышонок. Профессор не знал, что ей ответить. В конце концов, он был ученым, и на подобные фантазии у него просто не было времени. Но эта история его чем-то заинтриговала. «Вообще-то меня не интересуют пропавшие сокровища и карты с координатами зарытых кладов. Но, может быть, мы все же сумеем что-нибудь выяснить о твоем бесследно исчезнувшем пра-пра-пра-дедушке». Мышонок просиял, «Спасибо, господин профессор. Как тебя зовут?» — поинтересовался старый профессор. «Пит», — сказал мышонок. Поиски. Профессор с Питом продирались сквозь дебри архивных дел и старинных рукописей, которыми был набит один из выдвижных ящиков. Пра-пра-пра-дедушка Пита когда-то отправился на корабле в Америку. Это все, что им было известно. А здесь хранились сведения о каждом судне, когда-либо пересекавшем Атлантику. Единственная зацепка, которая у них была, — это дата на записке, принесенной Питом. «Взгляни-ка сюда», — подозвал профессор Пита. В одной из папок он обнаружил фотографию. На ней была запечатлена группа людей, судя по всему, перед самым отправлением в Америку. Смотри внимательно вот здесь, между чемоданами. Невооруженным глазом при плохом освещении можно было различить лишь смутный силуэт. Но исследователи намерены были детально изучить фотографию. Выбиваясь из сил, они извлекли тяжелую папку из ящика и подтащили ее к лампе. С помощью лупы они разглядели мышь. Это же прапрадедушка Пита. Он гордо позировал перед фотокамерой, стоя между чемоданами. Заметно было даже некоторое сходство с Питом, только усики его были лихо закручены кверху. «Твой прапрадедушка, похоже, любил фотографироваться с людьми, а?» — произнес профессор, глядя на дальнего родственника Пита, бойко пробивавшегося на первый план. «Мы нашли его!» — радостно воскликнул Пит. Загадка была разгадана, и сокровище, казалось, уже само плыло им в руки. Оставалось лишь выяснить, когда и куда прибыло судно. Профессор вновь погрузился в изучение документов. На дне океана. Вот беда. Судно, которое искали профессор с Питом, не достигло берегов Америки. Много лет назад оно потерпело бедствие и затонуло. Профессор надел свои маленькие очки с круглыми стеклами и начал читать. «Судя по тому, что здесь пишут, все пассажиры этого судна были спасены», — сообщил он через некоторое время. Впрочем, в газетах речь шла лишь о людях. Судьба мышей, находившихся на борту, осталась неизвестной. И отыскать еще какие-нибудь следы предка Пита не представлялось возможным. Не помогали никакие старания и никакие лупы. На более поздних фотографиях с командой и спасенными пассажирами затонувшего судна его не было. Карта с координатами клада. С помощью вырезок из газет тех времен и записей в судовом журнале профессор с Питом в точности реконструировали маршрут рокового путешествия. Они отметили соответствующие места на большой морской карте. Там, где пунктирная линия обрывалась, Пит поставил большой крестик. Это было последнее известное местоположение судна. Там-то и должно было лежать на дне океана загадочное сокровище. Любопытно пробормотал профессор. Теперь у нас и в самом деле есть карта с координатами сокровища. А крестик обозначает его точное местонахождение. Они молча смотрели на результат проделанной работы. Получается, что сокровище безвозвратно потеряно? Печально вздохнул Пит. Что бы это ни было, оно навечно погребено на дне океана. Ни одна мышь никогда в жизни не доберется до него. Пит печально повесил голову. Профессор задумчиво курил свою трубку, потом посмотрел вдаль и пробормотал с важной миной. Но нечто подобное в свое время говорили и о Луне. По мнению профессора, для мышей не было ничего невозможного. Он рассказал о том, как одна мышь научилась летать и на маленьком хлипком самолетике пересекла Атлантику. А спустя десятилетия другая мышь первой ступила на поверхность Луны. Пит восторженно слушал его. «Как видишь, нас мышей недооценивают», — закончил свой рассказ профессор. «Мышь может опуститься даже на дно океана». «Потрясающе!» — радостно воскликнул Пит. Но в голосе его все же по-прежнему слышалось легкое сомнение. «Так вы действительно считаете, что мы можем справиться с этой задачей?» «Что значит «мы»?» — удивленно посмотрел на него профессор. «Я для таких приключений уже староват. Вот подрастешь немного и отправишься на поиски своего сокровища». «А я думаю, мы сразу начнем подготовку к нашей подводной экспедиции», — сказал Пит. «И принялся упрашивать профессора, но тот не поддавался ни на какие уговоры. Он даже встал и хотел уйти. Рад был познакомиться с тобой. Всего доброго». «Ну, господин профессор!» — воскликнул Пит. Ответа не последовало. Мыши под водой. Пит опять остался один на один со своими мыслями о сокровище. Но сдаваться он не собирался. Ведь профессор рассказал о мышах, которые в одиночку научились летать и даже высаживались на Луну. Он решил сам найти способ опуститься на дно океана. Нырять, задерживая дыхание, — это, конечно, не метод. Воздуха хватит всего на несколько секунд. Это он установил еще в своей маленькой ванной. Значит, надо как-то взять воздух с собой под воду. Но как? Пит принялся что-то чертить на листке бумаги. Но ничего стоящего в голову не приходило. Он обвел взглядом комнату. На столе напротив него стоял бокал с водой. Снаружи воздух, внутри вода. А как бы сделать так, чтобы было наоборот? Пробормотал он. В буквальном смысле слова. Пит провел серию опытов с маленькими стеклянными сосудами, используя их в качестве водолазного колокола. Доставить воздух под воду оказалось непросто. Вода выталкивала стаканчики на поверхность. Питу приходилось удерживать их под водой или класть сверху груз. Груз — это идея. Именно так он и попробует нырнуть сам. Чтобы снизить риск до минимума, он решил провести первый опыт в ванне. Если все пройдет хорошо, можно будет повторить это в порту или даже в открытом море. Уровень воды в ванне поднимался все выше и выше. А Пит по-прежнему оставался сухим, если не считать мокрых лап. «Получается!» — пропищал он. Голос его звучал тихо и глухо. Водолазный колокол уже почти полностью скрылся под водой, и Пит был в восторге. Он доказал, что его принцип работает. Чтобы всплыть, он дернул привязанный к грузу шнурок. О, боже! Шнурок оборвался. Пит, ты что, с ума сошел? Профессор тяжело дышал, но мышонок, похоже, даже по-настоящему не понял, что произошло. Я, конечно, догадывался, что ты так просто не оставишь свою затею. Ты ведь упрямец, верно? Профессор пригладил лапой вымокшие усы, потом отряхнулся, как собака, вылезшая из воды, и через секунду во рту у него уже снова торчала трубка. Впрочем, меня это не удивляет. Я и сам был таким когда-то. В молодости я тоже столько раз бездумно рисковал шкуркой в поисках самых невероятных приключений. Но давай-ка мы сначала поскорее уберемся отсюда, пока нас не застукал человек, который здесь живет. Спасибо, произнес Пит дрожащим голосом. Вы спасли мне жизнь. Вскоре они добрались до скромного, несколько захламленного жилища профессора, похожего на маленький музей. Полки были сплошь заставлены разнообразными предметами и книгами, завалены бумагами, а на стенах висели фотографии и рисунки. А кто это? – спросил Пит, с любопытством разглядывая портреты. Это великие изобретатели, мои кумиры. Пит благоговейно кивнул. Профессор тем временем рылся в своих ящиках. Значит, ты твердо решил достать это сокровище со дна океана? – спросил он. Ну что ж, он сделал многозначительную паузу. Я помогу тебе в этом. Пит смотрел на него во все глаза. Он не ослышался. Правда, годы у меня уже не те, – профессор усмехнулся. Но на свалку мне пока еще рановато. Наконец он нашел то, что искал. Да, это был я, – сказал он, протянув Питу какую-то старую фотографию. Еще одна попытка. Вообще-то твоя идея с водолазным колоколом не так уж плоха, – заметил профессор. Он что-то чертил на бумаге, обгоревшей спичкой. На дне люк, несколько гирь бормотал он себе под нос. Для всплытия баллон с воздухом. Воздух мы возьмем с собой, сжатый воздух, наподобие газа в зажигалках или аэрозолях. Следующие несколько дней они были заняты поисками подходящего строительного материала. Вместо стеклянного сосуда профессор предложил деревянный бочонок для солений. «С деревом легче работать», – пояснил он. Профессор повернул вентиль и выпустил воздух из воздушных шариков, висевших по бокам бочонка, как надувные нарукавники для плавания. Батискав сразу же погрузился в воду. Несколько гирь увлекли мышей-изобретателей вместе с их изобретением и заключенным внутри воздухом на дно. «Сработало, мы погружаемся», – воскликнул Пит. «Я уже вижу дно». Гири коснулись грунта. Несколько крабов, потревоженных странным явлением, выезли из своих укрытий и с любопытством уставились на пришельцев. Профессор устал не по себе. Он быстро повернул вентиль в другую сторону. Первый шарик опять наполнился воздухом и потащил бочонок наверх. Но тут щелкнула клешня, и шар разлетелся на тысячи крохотных воздушных пузырьков. Та же участь постигла и второй шарик. Пит с профессором оказались в водном плену. Что же делать? Без воздушных шариков они не могли всплыть. Им не оставалось ничего другого, как открыть люк и поскорее вынырнуть на поверхность. «Не бойся, Пит, у тебя получится», – сказал профессор и повернул ручку стеклянной дверцы. «Внимание! Глубоко вдохнуть!» Путешественники пришли к единому мнению, что водолазный колокол – не лучший способ достичь морского дна. Сам по себе принцип был неплох, но им требовалось нечто другое, что позволило бы передвигаться под водой. А что бы это могло быть? Профессор исчертил множество листов бумаги, но все они в конце концов оказались в мусорной корзине. «Нет, так дело не пойдет», – заявил он наконец. «К этой проблеме нужен более научный подход». Научные изыскания. Столько рыб Пит еще никогда не видел. Пораженный он молчал, уткнувшись носом в холодное стекло аквариума. «Природа сама подсказывает решение многих проблем», – заявил профессор. «В толщах океана обитают тысячи живых существ. Может, здесь нам придет в голову какая-нибудь нужная идея?» Он развернул свернутые в трубку листки бумаги, которые принес с собой, зажег свечу и вновь принялся чертить. На этот раз темой его научных разработок были не водолазные аппараты. Теперь его больше интересовало строение тела рыб, которые изящно перемещались по аквариуму с помощью плавников. Наконец, у предприимчивых изобретателей появился план. «Они будут строить подводную лодку с хвостом и плавниками, нечто вроде металлической рыбы». На обратном пути Пит удивленно озирался по сторонам. Вокруг были другие аквариумы, скелеты рыб и стеллажи с раковинами. Он даже не замечал, что профессор, шагавший впереди и на ходу излагавший свои изображения по поводу подводной лодки, все больше удаляется от него. Голос профессора звучал все тише и тише, как отголоски далекого эха. А потом вдруг воцарилась полная тишина. И Пит остался один посреди шкафов и витрин. Сердце его бешено колотилось. Он бросился к выходу. Оглянувшись на бегу, он прочел над дверью написанное огромными буквами название выставки. «Ужасы морских глубин». Вдруг кто-то похлопал его сзади по плечу, он испуганно вздрогнул и громко вскрикнул. К счастью, это был профессор. «А что на глубине и вправду есть такие чудища?» Спросил Пит, дрожа от страха. Профессор обвел взглядом выставочный зал. «Ну, чудище это, пожалуй, слишком сильно сказано, но в общем-то в океане и в самом деле есть много странных живых существ». «Хм, так может быть нам лучше не соваться туда?» «Не бойся», — успокоил его профессор и протянул ему свернутые в трубку чертежи. «У нас будет надежная подводная лодка. Никто не сможет нас съесть. А самых огромных обитателей океана нам и подавно нечего опасаться». «Самых огромных?» «Да. Несмотря на свои гигантские размеры, они едят лишь крохотных рачков. Вот смотри, и профессор показал наверх». «Подводная лодка». Перечень задач, которые предстояло решить, был длинным. Сначала профессор написал колонку цифр. Затем каких-то знаков зачеркнул несколько первых цифр и написал новые. Пит с интересом следил за его действиями. «Ты помнишь, как нам пришлось срочно покинуть наш бочонок, чтобы поскорее подняться на поверхность воды?» Пит кивнул. «А боль в ушах в этом помнишь?» Пит опять кивнул. «Чем глубже мы погружаемся, тем сильнее давит на нас вода». Представь себе, водяной столб высотой несколько сотен метров прямо у нас над головой. Толстые и крепкие переборки — вот что нам нужно. А еще надежные водолазные костюмы. И профессор провел под своими расчетами две жирные черты. Приготовление к отплытию. Наконец, подводная лодка была готова. Профессор и Пит работали ночами. Днем было опасно, ведь их легко мог застигнуть врасплох какой-нибудь любопытный человек. Нетрудно представить себе его изумление при виде двух мышей, варивших сталь, отливавших отдельные детали и узлы, и монтировавших все это в некое странное целое. Теперь пришла пора составлять план их подводной экспедиции. Сначала им нужно было добраться до точки, в которой затонуло судно с прапрадедушкой Питом. По мнению профессора, это была самая простая задача. Он уже знал, как они поступят. Первую часть пути они проделают зайцами на грузовом судне, а в почтовой посылке. А потом, достигнув заданной точки, покинут судно на своей подводной лодке. О ужас! Кот на борту стал для мышей полной неожиданностью. Но, как выяснилось, мышиная охота была последним из всего, что его интересовало. Вероятно, за годы своей морской жизни он привык питаться рыбой, картофельным пюре и другой человеческой пищей, и полностью утратил аппетит к низкокалорийному мышиному мясу. Во всяком случае, так считал профессор. Пит с профессором осторожно протащили свою подводную лодку по палубе мимо иллюминаторов, из которых доносились смех и пение матросов. К счастью, их никто не заметил. Обидно было попасться уже почти у самой цели, и вот они стоят перед швартовым клюзом, отверстием в борту для швартовых концов или буксирного каната. В морской пучине. Ровно шумел винт на корме. Подводная лодка с двумя взволнованными путешественниками на борту плавно скользила по воде на перископной глубине. Пит внимательно следил за показаниями приборов. Давление воды, запас воздуха, все параметры были в пределах нормы. Внутрь не проникала ни капли воды. Можно было начинать погружение. Профессор перевел рулевой рычаг вперед. Нос судна опустился вниз, одновременно справа и слева заплясали пузырьки воздуха. Чтобы лодка стала тяжелее, Пит по приказу профессора заполнил водой воздушные отсеки. Они с интересом смотрели в иллюминаторы. Стая рыб описала вокруг них несколько кругов и исчезла вдали. Погасло и мерцание солнечных лучей, свет которых преломлялся на поверхности воды. Потом над лодкой нависла огромная тень и раздался низкий громоподобный звук. «Что это?» — воскликнул Пит, зажимая уши. Задребезжали незакрепленные металлические предметы в рубке. «Это пение кита!» — крикнул в ответ профессор. Пит, раскрыв рот, смотрел на гигантское морское животное. Он, наверное, в сотни раз больше любой мыши. Лодка быстро отдалялась от кита. У них теперь был только один путь — вниз. Вокруг становилось все темнее. На эти глубины свет почти не проникал. В то же время стрелка прибора, измерявшего давление воды, неуклонно ползла вверх. Металлические переборки и обшивка корабля поскрипывали, как будто тяжело вздыхая. Но конструкция была прочной. Впереди, в темно-синей воде, постепенно проявлялись призрачные очертания огромного корабля. Металлический корпус был покорежен и изъеден ржавчиной. Пит с профессором и в самом деле нашли затонувшее судно. На том самом месте, которое они определили с помощью расчетов. Вот только найдут ли они на нем сокровище про прадедушки Пита? Профессор осторожно направил лодку внутрь ржавого остова. Вскоре они уже стояли в шлюзовой камере в водолазных скафандрах, готовые обыскать корабль от носа до кормы. Обследовав бесчисленные темные коридоры, трюмы и каюты, оставив без внимания кучу сверкающих золотых монет, Пит с профессором добрались до камбуза. Там они обнаружили немало предметов, на удивление, хорошо сохранившихся. Например, посуду или бутылки с вином и ромом. К камбузу примыкала продуктовая кладовая. Если в те далекие времена на этом судне действительно путешествовала мышь, то, несомненно, она жила здесь. И в самом деле Пит первым заметил маленький сундучок, шкатулку. На передней стенке ее, на металлической пластинке, было выгравировано какое-то изображение – знак мыши. Тайна мышиного сокровища. Сокровище, с которым пропавший без вести прапрадедушка Питта плыл через Атлантику, состояло не из золотых монет, жемчуга или драгоценных камней, как можно было предположить. В маленьком сундучке на дне океана все эти годы покоилась книга. Это был дневник изобретателя. Питт и профессор удивленно листали исписанные пером пожелтевшие страницы. Записи повествовали о мрачных эпохах мышиной истории, о черных мышиных пещерах и хищниках, подстерегавших в темноте свою добычу. Попадали среди них и рисунки, и чертежи, и изобретения, которые должны были сделать жизнь мышей легче и безопаснее. Одно из таких изобретений особенно поразило Питта и профессора. В самом конце книги были изложены идеи, касающиеся какого-то особого прибора – грушевидного стеклянного сосуда с тонкими проводками внутри. Однако там, где надлежало быть окончательному проекту, зияла пустота. Две последние страницы пустовали. Их кто-то вырвал. «Пит, покажи-ка еще раз письмо твоего прапрадедушки», – попросил профессор. Тот поспешил в соседнюю комнату и, порывшись в сумке, достал записку, с которой все началось. «Вот», – Питт протянул профессору листок бумаги. «А зачем оно вам?» «Да так, есть у меня одно предположение». Страница подошла. Письмо про прадедушки Питта было одной из вырванных страниц. Профессор и Питт снова восторженно погрузились в изучение дневника. «Одной страницы все равно не хватает», – огорченно произнес Питт. Профессор сосредоточенно листал дневник с мышиными изобретениями, внимательно разглядывая странные стеклянные тела с проводками внутри. А потом посмотрел на фотографии на стене. «Эврика!» – воскликнул он и помчался прочь. «Что с вами удивленного?» – крикнул Питт, устремившись вслед за ним. Он едва поспевал за старичком-профессором. Тот вскарабкался на один из стеллажей, отодвинул в сторону несколько тяжелых томов в тканевых переплетах и раскрыл толстую энциклопедию. «А, Б, В, Г, Д», – бормотал он себе под нос. «Что случилось?» – профессор спросил Питт, стоя перед стеллажом и не понимая причин внезапного волнения ученого. «Я знаю, что произошло с твоим предком и с его изобретением». Да, это была она. Та самая мышь со смешными усами. Пропавший без вести пра-пра-пра-дедушка Пита. Он и на этой фотографии гордо позировал перед объективом, хотя увидеть его можно было лишь под лупой. Значит, ему повезло. Он не затонул вместе с судном и своим сокровищем. Об этом свидетельствовала дата на фотографии. Снимок был сделан гораздо позже. В лапе маленький мышиный изобретатель держал листок бумаги. Судя по его зубчатому краю, это была как раз недостающая страница дневника. Покидая тонущее судно, он, очевидно, не мог взять с собой все сокровище – свой дневник. Поэтому он взял лишь самую важную страницу. И если внимательно присмотреться, на ней было отчетливо видно его изобретение – лампочка. Нет, не просто лампочка, а самая первая лампочка. «А кто этот человек на фотографии?» – озадаченно спросил Пит. «Это великий изобретатель, которому, похоже, чуть-чуть помогла в его главном изобретении – мышь». Пит медленно по слогам прочел имя под фотографией. Томас Эдисон. Томас Эдисон. Субтитры создавал DimaTorzok